Добрый день, дорогие зрители XBT TV. Меня зовут Михаил Чернов, я бизнес-менеджер компании Sony Mobile. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию замечательный планшет, новый продукт от компании Sony Xperia Z4 Tablet. Очень интересный продукт, давайте поговорим о нем более подробно. Во-первых, что нас ждет на фронтальной части? На фронтальной части нас ждет прекрасный дисплей 10,1 дюйма с разрешением 2К, 2560 на 1600 пикселей. Примечательно, что на фронтальной части есть еще и два стереодинамика. Планшет очень громкий, выдает не только громкий высокий звук, но и насыщенные низкие частоты. И есть очень интересная функция, которая называется автооптимизация. Эта функция впервые реализована в устройствах Xperia. Это технология, позволяющая автоматически понять, какой тип наушников подключен к гаджету. Он понимает, какие уши подключены. Допустим, это маленькие капельки, либо большие накладные наушники. Как вы видите, здесь уже реализован Android 5.0, Lollipop. Этот Android будет из коробки. Мы можем зайти в настройки. Если мы посмотрим о планшетном ПК, здесь есть сведения. Версия Android 5.0.2, но это не финальная версия. Это еще прототип, образец. То есть какие-то изменения незначительные версии Android возможны. Следующий интересный момент – это батарея. Батарея здесь 6000 мА, но реализована очень интересная функция, которая называется Qualcomm Q-Charge 2.0, с помощью которой вы сможете зарядить планшет не менее чем на 60-70% в течение одного часа. То есть это действительно очень здорово, когда мы говорим о большом емком аккумуляторе. Также хочется отметить, что это самый тонкий планшет на данный момент из анонсированных. Его толщина составляет всего лишь 6,1 мм, а его вес в Wi-Fi-версии составит всего лишь 389 грамм. За LTE-версию придется держаться крепче, аж целых 392 грамма. По начинке Snapdragon 810, тактовая частота 2,7 ГГц, оперативной памяти 3 гигабайта – это вполне достаточно для того, чтобы планшет даже на очень сыром софте работал быстро и шустро. То есть, видите, нет никаких лагов. Потом, когда будет финальный образец, обязательно редакция его протестирует и даст свой вердикт, но я не сомневаюсь в том, что будет действительно хороший вердикт. Очень важный момент – то, что все наши планшеты и устройства Z-серии являются поливлагозащищенными, и впервые мы делаем планшет с новым типом микро-USB разъема. Называется он капли с USB. Это надежно защищенный от воды разъем, и вы можете не бояться, можете погружать планшет даже в таком виде на глубину до полутора метра в течение получаса в пресную воду. То есть, этот порт надежно защищен от воды, точно так же, как и аудиоразъем. Также планшет поддерживает технологию PlayStation 4 Remote Play, с помощью которой вы можете играть в PlayStation 4, используя дисплей планшета в качестве основного. LTE-версия планшета, давайте посмотрим на черном варианте. Сейчас я его достану из клавиатуры. Замечательно то, что в черном варианте у вас есть возможность совершать, ну не в черном варианте, а на черном образце, есть возможность осуществлять звонки. То есть, вы можете набрать кого угодно. LTE-версия, она звонит, вы можете позвонить, вы можете звонить и вот так. Но это, конечно, выглядит очень странно, поэтому мы рекомендуем использовать гарнитуру. Естественно, здесь реализована самая крутая технология LTE. Это категория 6, или еще ее называют LTE Advanced. Эта технология поддерживается большой тройкой, и, соответственно, этот планшет будет поддерживать скорости до 300 Мбит в секунду. Это теоретически, практически же, наш оператор поддерживает порядка 100 Мбит в секунду, что, согласитесь, тоже очень и очень немало. Также планшет поддерживает специальный Wi-Fi стандарт, который называется MIMO, Wi-Fi MIMO. Благодаря этому стандарту планшет может развивать скорость для передачи данных от Wi-Fi роутера до 866 Мбит в секунду, что, в принципе, достаточно для стриминга 4К-видео. Также у нас есть очень интересный аксессуар, который называется Bika B50. Bika B50 – это специальная клавиатура с тачпадом, которая предназначена для нашего нового паншета Xperia Z4 Tablet. При подключении паншета к Bika B50 вы получаете именно Chromebook. То есть есть специальное меню, как вы видите, есть тачпад, вы можете управлять и тачпадом, вы можете управлять и сенсорным дисплеем. Также появляются вот такие вот иконочки недавно запущенных приложений. Работают все клавиши. Например, можно сделать print screen, можно переключаться между виджетами. То есть вы можете заходить в меню, вы можете писать текст. То есть все очень... Здесь я сейчас выберу написать сообщение и, например, Glow World. Также у нас есть такой замечательный оригинальный чехол, который специально предназначен для Xperia Z4 Tablet. Этот чехол позволит вам комфортно просматривать фильмы под удобным для вас углом, потому что угол изменяется. Оптимально здесь есть реечка под 60 градусов, вы можете смотреть, но все равно вы можете любой для вас удобный угол избрать. Если говорим про внешний вид при полностью закрытом, то выглядит очень эффектно, богато. Плюс ко всему, вы можете еще под вот таким вот небольшим углом в 15 градусов тоже работать. Если вы сидите за рабочим столом, это очень удобно. Цвета? Цвета черный и белый. Соответственно, у нас есть планшет черного цвета и для него есть соответствующий чехол. И есть планшет белого цвета и соответствующий чехол белого цвета. Все. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам планшет нравится не меньше, чем мне. И я надеюсь, он займет заслуженное место в руках пользователей. Субтитры создавал DimaTorzok